Приветствую! Украина отказалась выполнять Европейскую конвенцию по правам человека. Украина запретила права человека. Таких заголовков за последние дни вы нас слушались немало, и здесь их больше не будет. Здесь мы с вами поговорим о юридической стороне того, что произошло, и разберемся, а что на самом деле произошло, и какие последствия для каждого из нас влекут эти события. И для того, чтобы с этим разобраться, мы с вами будем изучать законодательство Украины, Конвенцию европейскую по правам человека, и, конечно же, посмотрим, что же за заявление сделало украинское государство. И то, что я вам покажу, обещаю, скорее всего, вы этого нигде еще не видели. Итак, разбираться в этом вопросе мы начнем с самого начала. Мы с вами прекрасно знаем, что Украина якобы заявила о том, что в Украине не будут выполняться права человека. Так ли это на самом деле, сейчас и разберемся. Итак, начнем мы с вами с Конституции Украины. А в Конституции Украины есть вот эта известная нам 64-я статья, которая говорит, что во время военного либо чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока этих ограничений. При этом далее здесь указан перечень тех прав, а если быть точнее, перечень статей Конституции Украины, где закреплены эти права, которые не могут ни в коем случае быть ограничены. Далее, это мы знаем все давно. Далее мы прекрасно с вами знаем, что есть указ президента, вот он, о введении военного положения в Украине. И в этом указе есть перечень статей Конституции Украины, права, перечисленные в которых будут ограничиваться. И, собственно говоря, вот мы видим, да, этот пункт 3, где написано, что у связи с введением в Украине военного стану, тимчасово, на период действия правового режима военного стану, могут обмеживаться конституционные права и свободы и передваченными статями 30-34, 38, 39, 41, 44, 53. И далее идет еще ссылка на закон о правовом режиме военного положения. Далее, если мы полистаем здесь этот указ, то мы увидим вот пункт 7, в котором сказано, что Министерству закордонных справ Украины забезпечит информирование в установленном порядке генсекретаря ООН та официальных осіб иноземных государств про введение в Украине военного стану, про обмежение прав и свободы людины и гражданина, что есть отхилением от обязанностей за международным пактом про гражданские и политические права, и про межу этих отхилений и причины принятия такого решения. То есть еще в первоначальном тексте указа президент Украины сказал, «Надо уведомить мир о том, что мы будем ограничивать здесь права». А насколько президент вообще имел право это сделать? Насколько вот позиция государства Украины здесь правомерна? Ответ на этот вопрос давайте посмотрим в статье 15 Европейской конвенции, вот той самой, при этом давайте посмотрим, как она называется, полное ее название, чтобы все знали, что ее полное название, вот такая Европейская конвенция о защите прав человека и основоположных свобод. Ссылочку на нее я, естественно, оставлю в описании, как и на все остальные документы, которые мы здесь будем рассматривать. Так вот, идем и смотрим 15 статью этой конвенции. Что здесь сказано? Как она называется? Она называется «Видступ, відзобовязан, під час надзвичайної ситуации». И здесь мы видим, что часть первая, обратите внимание, «Під час войны або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нации, будь-яка висока договорна сторона може вживати заходів, що відступають від її зобовязань за цією конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, и за умови, что такі заходи не суперечать іншим її зобовязанням згідно з межнародним правом». Конечно, конечно, я уже чувствую, как часть людей бросилась писать комментарии, а вот же ж тут написано «Під час війны». А війна же не объявлена, то значит не може работать эта статья. Ну а те, кто до конца дочитали эту статью, понимають, що може, може, тому що здесь сказано, що основання може бути інша зуспільна небезпека, яка загрожує життю нації. І думаю, та ситуація, яка у нас в Україні происходит, она безусловно говорит о том, що є вот эта общественна опасність, яка загрожує життю нації. І сомнений в тому, що правомерно здесь использується эта статья, вообще никаких нет. Ну і давайте посмотрим ще і третью часть, потому що в третьій части сказано, що будь-яка високодоговірна сторона, використовуючи це право на відступ від своїх зобов'язань, у повному обсязі інформує генерального секретаря Ради Європи про вжитті нею заходи і причини їх вжиття. Вона також повинна повідомити генерального секретаря Ради Європи про час, коли такі заходи перестали застосовуватися, а положення конвенції знову застосовуються повною мірою. То єсть, ви поняли, 15-я часть, ой, 15-я стаття конвенції, європейської конвенції по правам чоловіка, назовемо його так сокращено, вона говорить, що в случае общественной опасності государство може отступити от тех обязательств, які взяты на нього, дею на себе, ця конвенції, і дозна об цьому уведомити. І вот тепер давайте посмотрим, а зделала ли це Україна, уведомили ли ми Раду Європи? Для цього ми дознано, звичайно, знову досмотреть сайт Рады Європи. І здесь єць цілая страничка, посвяченна Україні, і, собственно говоря, всей истории, скажем так, истории чего? Исторії военного конфликта, который у нас сейчас происходит. І вот здесь ссылочку опять же я дам. Кстати, обратите внимание, що ця страница, по той ссылці, которую я оставлю, она на английському языку. І вот тот перевод, который ви видите, це то, що зделала гугл, то есть браузер хром, автоматически переведя це на український язык. Итак, смотрим, що же здесь є. А здесь є следующее. Здесь є вот этот самый відступ. Відступ, що міститься у вербальній ноті від постійного представництва України при Раді Європи від 28 лютого 22 року. То есть, ще 28 февраля 2022 року, то есть через 4 дня после того, как начались боевые действия, ну вот эта новая фаза боевых действий, то, что мы полномасштабным вторжением называем, Украина заявила про этот видступ. И здесь, вот вы сможете потом его почитать, вот здесь есть ссылочка на него. И видите, как называется этот текст? Видступ, вид конвенции про захист прав людин та основоположных свобод. То есть, Украина заявила об этом, о том, что она будет отступать от требований конвенции и, соответственно, ограничивать права человека в связи с введением военного положения еще 28 февраля 2022 года. И дальше, дальше эта история продолжалась. А продолжалась она каким образом? Вот здесь, если мы промотаем это все, мы видим, что дальше, например, 14 березня, вот 14 березня, снова, смотрите, вид ступни захода, сгидной с законом Украины номер 211-9. То есть, Украина снова сказала, что вот здесь, в связи с изменением законодательства, ну там, менялся уголовный процессуальный кодекс и, соответственно, сказали, что мы будем в связи с этим менять, да, ну потому что те изменения, которые происходили, они тоже были привязаны к той ситуации, которая у нас в Украине происходила. Далее, смотрите, вот еще, дальше, про, снова, про, это что, про продолжение Дии военного стану, вот здесь написано, да, что мы уведомили о том, что мы продолжили и мы, соответственно, отступаем. И вот здесь, если листать, листать, вот, есть еще, каждый раз, продолжая правовой режим военного положения, Украина уведомляла Совет Европы о том, что у нас происходит. И вот, листаем, листаем, посмотрите, здесь вот вообще подробно все расписано, вот опять же, смотрите, что здесь, как раздел называется, заходы, отступу. И обращаю внимание, это все на сайте Совета Европы. То есть, это не сайт, который там мы создали, не знаю, я создал, да, это официально, официальная информация, которая расположена на сайте Совета Европы. Идем дальше, что здесь еще есть? Снова, все те же указы президента Украины о продолжении военного положения в Украине. Опять же, вот смотрите, посылание еще до захода в видступу, еще до захода в видступу. То есть, все идет, все уже много раз это делалось. Вот мы перешли в 24-й год, поведомление еще до захода в видступу. Снова поведомление еще до захода в видступу. К чему я это все веду? Да ничего нового здесь не произошло. И вот здесь, вот мы переходим сейчас к тому, что же сейчас вызвало такое обуренье в СМИ, да, и в суспильстве. Вот этот раздел, это последнее, что есть, это последнее, что здесь есть, легко найти. И смотрите, как это называется вообще. Частковое скосувание в видступу. То есть, до этого мы с вами все, что видели, Украина уведомляла про видступ от каких-то положений конвенции. То есть, мы говорили, что мы от той статьи отступаем, от той статьи отступаем и так далее. А здесь, на самом деле, было заявление про частковое скосувание цього в видступу. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Вот смотрим сам этот документ, вот этот видступ, скосувание, точнее, видступу. И вот здесь есть такой какой-то один, два, три, четвертый абзац, где идет перечень тех статей Конституции Украины, права, закрепленные в которых, будут ограничиваться. И если мы посмотрим, вот, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, вот этот перечень статей полностью соответствует тому, что указано в указе президента. То есть, те же самые статьи можете сверить, кто не верит, я это проверил, все совпадает. И дальше, самое главное, а какие, да, давайте, какие это статьи. Вот я у себя в телеграм-канале уже делал публикацию и давал перечень этих статей. И здесь вот вы видите неприкосновенность жилья, тайна переписки, невмешательство в личную жизнь, право свободно покидать и возвращаться на территорию Украины, право на свободу мыслей и слова, право участвовать в управлении государством, право на проведение собраний, митингов и так далее, право собственности, право на предпринимательство и труд, право на образование. Вот этот перечень прав, он зафиксирован соответственно в вот этой статье, вот в этом документе, в этих статьях, и их государство Украина продолжает ограничивать. И дальше, если мы почитаем, вот здесь они пишут, вот в этом абзаце, они говорят, что вот те ограничения, которые мы ввели, они требуют от нас отказа от определенного перечня статей международного пакта и конвенции о правах человека. И вот здесь они дают перечень тех статей, которые ограничиваются, от которых мы временно отказываемся, скажем так. А дальше, а дальше говорится, что мы считаем, что у нас ситуация поменялась по сути, и мы отменяем отказ от определенного перечня статей. То есть мы сначала отказались, а теперь отменили этот отказ. И это значит, что эти статьи конвенции будут выполняться и будут работать в полной мере на территории Украины. И вот здесь идет перечень вот этих статей, соответственно. Четвертая, девятая, тринадцатая, четырнадцатая, шестнадцатая. Чтобы не затягивать видео, я не буду подробно разбирать указанные статьи, о которых мы вновь возобновляем их действия на территории Украины. Но в любом случае это уже понятно, что это положительный шаг. Это положительный шаг в контексте защиты прав человека. При этом хочу обратить ваше внимание, что ничего катастрофического не произошло. ничего из ряда выходящего не произошло. Украина. Вы удивитесь, но Лубенец, который сказал, что мы-то отменили на самом деле ограничение этим документом, а не ввели, он в принципе по сути был прав. Редкая такая ситуация, когда политик прав. Так с юридической стороны реально для каждого человека ничего не поменялось. кто-то уже пишет, что теперь люди не смогут обращаться в ЕСПЧ из-за того, что Украина об этом объявила. Да, Украина об этом объявила давно. И в ЕСПЧ можно обращаться, но я думаю, что результата никто не получит. Почему? Потому что вот те ограничения, которые есть, которые введены указом президента о введении военного положения, которые установлены законом Украины о правовом режиме военного положения, они же соответствуют действующему законодательству, потому что они и есть законодательство по сути. Да, безусловно, есть у нас вопросы на соответствие Конституции, думаю, эти вопросы у нас будут еще подниматься в дальнейшем. И их мы будем решать соответственно в ЕСПЧ. но сам факт того, что Украина обратилась, это еще не отменяет право человека на обращение в ЕСПЧ. Глобально, я думаю, что результативность таких обращений для меня сомнительна, и поэтому я не берусь за такие дела, чтобы, знаете, не получилось, что ты взялся, деньги с человека взял, там много лет занимался, а результата ноль. Я думаю, что здесь в большинстве случаев, если только ограничения были не в том порядке, который предусмотрен законом, идти в ЕСПЧ просто нет смысла, вы просто потратите деньги. Друзья, еще раз, подводя итог, никакой катастрофы не произошло, никаких новых ограничений прав человека в Украине не будет, не предусмотрено, наоборот, часть статей конвенции, от которых раньше Украина отказывалась, теперь снова возвращает свое действие на территории Украины. При этом для нас же главное, Для нас главное, чтобы все те люди, которые сейчас нарушают действующее законодательство, там, во время призыва, во время раздачи повесток, во время прохождения ВЛК, во время проверок документов и так далее, чтобы соблюдали это законодательство, вот, если бы все соблюдали действующее законодательство, исходя из того, вот, что у нас написано, и делали так, как написано, да у нас, наверное, вообще проблем не было, и мы тогда могли действительно сказать, что мы вообще передовая правовая держава, пока мы только об этом, к сожалению, мечтаем, да, мы к этому должны стремиться, но, но, есть много но. Друзья, на этом все, если вы выдержали это все, то надеюсь, что информация была вам полезна, надеюсь, я в каком-то смысле вас успокоил, за это прошу поставить лайк этому видео, подписаться на мой YouTube канал, и приглашаю вас в свой Telegram канал, там информации гораздо больше, появляется она оперативнее, чем в YouTube, традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира, пока-пока.